Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Каникулы у меня закончились, но, тем не менее, свободного времени не добавилось. Навалился огромный объем работ и не хватает времени ни обрабатывать старый материал, ни снимать новые видео. Но появилась очень крайне важная информация и я нашел специальное время, чтобы этой информацией поделиться со всеми заинтересованными лицами. Речь идет конкретно о увеличении сроков рассмотрения миграционных дел в штате Небраска. Как обстоят дела в других штатах я не знаю, потому что я не веду никакие вопросы в других штатах, но вот что касается нашего штата, тут произошло событие, я получил совершенно официальную бумагу о том, что мое дело переносится с рассмотрения с сентября месяца аж вот этого года на 19-й. Немножко был удивлен, потом позвонил своему адвокату, который помогает мне решать многие вопросы и отвечает на многие вопросы моих зрителей. И он подтвердил, что такая тенденция действительно сейчас есть, что в преддверии президентских выборов миграционные суды и миграционные офисы стараются отодвигать рассмотрение всех дел на уже послевыборный процесс. Ну немножко он был удивлен именно такими большими сроками, он план как бы предполагал, что да, возможность движения рассмотрения дел ну там максимум на полгода, на год, но так чтобы до 19 года, я же там до мая, он конечно провел исследование и обнаружил, что ситуация такова, что суды сейчас и офисы миграционные конкретно вот в нашем штате переполнены заявлениями и делами людей, которые приехали эмигрировать в США. Чем эта информация может быть полезна? полезна она будет в первую очередь тем людям, у которых достаточно плохой кейс или которые еще сами не знают, каким образом они будут легализоваться. То есть они подают на беженство, но не совсем уверены в своих собственных силах, в тех материалах, которые они подобрали. Вот такое длительное рассмотрение дел. Смотрите, аж мое дело рассматривается с 12 года, то есть 13, 14, 15, 16 год, 4 года, 17, 18, 19, 7 лет получается. То есть это при том, что мы подали документы еще в 12 году. Вот. Мне скрывать нечего, я как бы важной информацией со всеми делюсь. Вот. То есть за это время люди могут обзавестись семьей. За это время люди могут родить ребенка и даже ни одного ребенка. Открыть фирму, построить там, купить дом. И на момент суда они придут к суде с не только материалами по непосредственно своему кейсу, но и с огромной доказательной базой, подтверждающей свою связь с Америкой. То есть за это время у людей, как правило, за эти семь лет полностью разрываются связи с той страной, откуда не выехали. Дети выросли в США, по-русски разговаривать, естественно, уже не будут или очень плохо будут говорить. Учились в американской школе, приспособлены исключительно к американскому образу жизни и, соответственно, ни один судья не возьмет на себя ответственность высылать семью с детьми вот куда-то в непонятную варварскую страну. Я это объясняю для тех людей, которые планируют приехать в Америку, родить детей и, соответственно, подавать на беженство. Как обстоит дела в других штатах, еще раз повторю, я не знаю. Где-то, может быть, также быстро продолжают рассматриваться дела. Но, насколько я знаю, в Небраска даже вызов на первичное собеседование просто по кейсу, просто первый вызов еще до суда, уже растянут как минимум на четыре года. То есть, есть прямой смысл рассматривать Небраску в качестве вот такого долгосрочного штата, куда можно приехать и медленно-медленно решать свои вопросы по легализации. Возникает резонный вопрос. Если вы такое долгое время находитесь в США, можете ли вы за пределы страны выехать? Ответ очень прост. Существует специальная бумага, вам необходимо заполнить официальную форму. Она есть на сайте uscs.gov. Называется она или travel pass, или re-entry. Я не могу сейчас точно вспомнить, как называется эта форма. Я сейчас как раз изучаю, как ее заполнить и подать. Я об этом дополнительно сниму видео, чтобы вам об этом рассказать. Единственное ограничение для таких путешественников, кому надоело сидеть в Америке, кто хочет на пару месяцев съесть в Европу путешествовать, это то, что вы не можете посетить ту страну, откуда вы уехали и от какой вы просите убежище. То есть, соответственно, если американские миграционные власти об этом узнают, ваше дело автоматически закрывается и все, приехали. В другие страны вы спокойно можете путешествовать и получить такую форму и ее как бы одобрить достаточно просто. Вы заполняете эту форму, делаете фотографии и отправляете, ну в данном случае у нас в столицу штата в Линкольн, в офис, который рассматривает эти дела. И в течение очень короткого времени вы получаете вот эту бумагу или там не знаю, что это будет, какой-то, не знаю, белый паспорт. Я никогда эту форму еще готовую в руках не видел, поэтому как только у меня такая форма будет на руках, я, соответственно, об этом сниму видео дополнительно. Потому что мы с женой немножко на одном месте засиделись, хотели сделать небольшой променад по Европе, вот жена про Испанию мечтает, вот. Так что почему, собственно говоря, и нет. Вот такая вот информация. Ну, она же и касается тех людей, которые уже приехали в ОМОХ и сидят и ждут решения по своему вопросу. То есть ребята сроки сейчас будут затягиваться. И очень много вопросов будет к новой администрации. Все знают, что сейчас будут президентские выборы. У Трампа совершенно одна точка зрения на миграционную политику, у Клинтон совершенно другая. Вот. Кто выиграет, непонятно вообще сейчас. Вот. Будем ждать выборов и каких-то, возможно, даже серьезных и радикальных изменений в миграционной политике США. Вот. Хорошего всем дня. Постараюсь выходить с видео почаще. Здоровья вам и вашим близким. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.